Я не помню сколько лагбаумеров я собирался сделать то, что мы сейчас делаем. Может быть 20 лагбаумеров, а может быть все 25. И может быть и сегодня бы не собрался, если бы не действительно настойчивые просьбы наших евреев, даже не только тех, которые живут в Атланте, но и тех, которые вне нашего замечательного города находятся, попросивших все-таки сделать это и не просто спеть песню Бар-Юхай, но еще и объяснить, что в ней написано. Действительно, если посмотреть на этот текст, первое удивление, которое, наверное, просто не проходит, связано с тем, что этот текст уже почти 500 лет является очень популярным. И эта песня из 10 куплетов постоянно, каждый лагбаумер исполняется, и люди не устают. Это все произносить вслух, несмотря на то, что сложность того, что здесь написано, совершенно чудовищная просто для нашего, обычного, сегодняшнего, например, еврейского уровня понимания текстов еврейских. И если начинать с истории этого, раби Шиман из Ливии, ливийский раби Шиман, 500 лет назад современник Аризалий, раби Мушек Ардавера составил этот текст. Судя по тому, как этот текст составлен, судя по тому, какие метафоры, какой уровень сложности в этом тексте, формулировки, этот ливийский раби Шиман, он был очень-очень большим поклонником, или, наверное, представлял одну и ту же школу каббалистическую, то его современник из Свата Раби Мушек Ардавера. Потому что огромное количество вещей, которые здесь написаны, они связаны именно с тем, что сказал Раби Мушек Ардавера, в частности, написал в своей классической книге «Фардес Римуни». Это очень сложная, очень важная для всей истории и традиции каббалистическая книга. И в ней, в частности, есть такой шарх Афгимэл, 23-й врата, огромный отрывок в этой книге, где по алфавиту, по-еврейски, рассматриваются практически все важные, серьезные понятия, определения из Танаха с точки зрения каббалы. То есть, какое определение, какая фраза из Танаха к каким каббалистическим понятиям имеет отношение. И, в частности, этот понятийный каббалистический аппарат, он очень здорово и постоянно используется в песне Барой Хай. Первое, что я вам должен объяснить, это имя. Раби Шимана Бар-Юхай. Этим вообще мало кто занимается, это неправильно, потому что то, что Раби Шимана все называют именно Бар-Юхай, как бы по отчеству, Петрович, Иваныч, как у нас в России, это очень странно, потому что, разве что Мушарабейну так называют, Бен Амрам, сын Амрама, все время. И Раби Шимана Бар-Юхай тоже Бар-Юхай. Почему его называют двумя словами? Бар-Юхай, сын Йхай. Потому что это удивительный набор букв. Обратите на них внимание. Бар-Юхай. Первые два слова этой песни. Если мы обратим внимание на слово Бар и на единственную, так сказать, активную еврейскую букву Хэт, которая стоит в слове Йохай, то оказывается, что эту букву Хэт можно изъять из слова Йохай и подставить к слову Бар в любой позиции. Главное, что мы делаем, это мы берем букву Хэт и подставляем перед словом Бар. Получается Хэт Бэй Трей, Хибер, соединил, а потом остаются вот эти буквы от Йохая. Ют, Вав, Али и Ют. Обращаем ваше внимание на то, что Ют, Вав и Ют это то, как пишется буква Алиф. Буква Алиф тоже состоит из Вав и двух Ют. То есть как будто бы в имени Йохай, кроме буквы Хэт, есть буква Алиф в целом виде и в разобранном виде. То есть буква Алиф целая и потом Ют, Вав и Ют, которые тоже складываются в букву Алиф. Что это все означает? Оказывается, это означает, что Раби Шиман Бар Юхай, он Хэт Бэй Трей, Хибер, соединил вот эти вот элементы два Юта и Вав в единое целое, то есть букву Алиф, которая означает единицу, как вы знаете, с сирийской точки зрения. И вот это единство из двух букв Ют и буквы Вав это та работа, оказывается, которую делал Раби Шиман Бар Юхай. Что это за единство, что оно означает? Оно означает, что есть десять Ют сверху, есть десять под палочкой Вав снизу и буква Вав, которая как будто вот или соединяет или наоборот разъединяет между этими двумя буквами Ют. Ют, который сверху, десять уровней сверху, это то, что касается параллельного мира, то, что касается божественного. Ют, который снизу, это то, что касается человека. Внутри человека есть тоже строение всего мира, вы знаете, что человек называется Улам Катан, маленький мир. Так вот, то, что сверху и то, что снизу должно соединяться. И буква Вав, которая в еврейском языке означает И, соединительный союз И, она призвана соединить десять уровней сверху и десять уровней снизу. И тогда получится единство сверху и снизу, когда Ют вместе с Ютом соединяется буквой Ва, получается из этого буква Али, то есть единица. Получается единство благодаря этому соединению. Так вот, Раби Шимон Бар-Юхай своей жизнью, можно сказать, с собой, просто, соединял то, что сверху и то, что снизу, соединял Творца с миром, Бога с человеком, и блестяще выполнил в своей жизни эту задачу. Вы знаете, написано в Иерушалме, в Иерусалимском Талмуде мы об этом говорили, что во времена Раби Шимона Бар-Юхай не было радуги. Это означает, что Творец не хотел устроить потоп, это означает, что взаимоотношения Бога с миром, Бога и человека, были вполне, вполне хороши, ну, если только не учитывать отсутствие храма, понятно, что идеальные они не могут быть без храма, но как только они могут быть хороши без храма, такие они были хорошие во времена Раби Шимона Бар-Юхай. Так вот, про него сказано, видите, Нимшахта Ашреха. Нимшахта означает ты помазан маслом помазания. Маслом помазания мазали царей и первосвященников. Значит, в первой фразе, которая все время повторяется в припеве, намек на царство, потому что и в книге Зогар, и в Талмуде тоже намеком проводится эта идея, Ман Малки Рабона, кто такие настоящие цари, это великие мудрецы Торы, которые руководят не только людьми, но даже могут руководить самим творцом. Потому что, как написано в трактате Мой Катан, Мим Мошель Бей, как бы творец обращается к людям и спрашивает, кто может мной властвовать, Садик Мошель Бейрата Луким, пасух из пророка Шмуэля, из концерта второй книги пророка Шмуэля, что Бог как бы подчиняется указаниям праведника. Из-за этого праведник называется настоящим царем, царем над всем, что существует в этом мире. Из-за этого он объявляется помазанным, помазанным маслом. Из-за этого сказано «Счастлив ты». «Счастлив ты» шемен сасон, масло радости мехабереха от твоих друзей». Что это такое? Это на самом деле скрытые цитаты из 48-го псалма Давида. «Ты полюбил справедливость, возненавидел зло, злодейство», говорит царь Давид. Бог обращается к человеку через царь Давида. «Алькен мешахаха илуким». «Поэтому тебя помазал маслом Бог, илукеха твой Бог, шемен сасон мехабереха». Вот этим вот маслом помазания от твоих братьев, так написано у царя Давида. То есть этот пасук намекает на самого царя Давида, на царя и на царскую принадлежность Шараби Шивена Бар-Юкая. Дальше начинается первый куплет. Обратите внимание, Бар-Юкая «Шемен мишхат кодыш». Я сейчас посмотрю, находимся вот здесь, да? Этот столбик, потом следует. «Шемен мишхат кодыш», масло помазание святое. «Ним шахта» ты помазан мемидат акодыш из сосуда святости. То есть из храмового сосуда тебя помазали. Это уже не про царя, это уже про первосвященника. Еще один человек, которого тоже мазали маслом, это первосвященник. «Насата циц». Ты нес на себе циц. Вы знаете, это золотая пластинка, которая была на лбу у первосвященника. «Незеракодыш», которая называется «короной святости». «Хавуш айрлшха», надета на голову твою, пэйрэха, твое величие. Значит, причем здесь пластинка золотая, вы знаете, что Абишиман Бар-Юхай был коэном. И здесь прозрачно намекает составитель этой песни, что если бы храм был, то не было бы никакого лучшего кандидата на занятие должности первосвященника, чем Раби Шимон. Он должен был носить на себе одежды первосвященника обязательно. А вот то, что сказано, что на твою голову надета твое величие, вы знаете, что словом пээр величие называется тфелин. И здесь некий начинается такой пронизывающий весь текст намек, связанный с тфелином, связанный со встречей Мошарабейну с Господом Богом, если вы помните, когда Творец как будто бы написано в Талмуде окутался в талит как хазан и Мошарабейну увидел как будто бы Творца сзади увидел кешершель тфелин узел тфелина. Что это означает, это совершенно отдельная история, мы как-то раз разбирались в этом, но вот этот вот намек на то, что человек может, если и может увидеть Бога, как бы увидеть, то только с задней стороны, то есть тогда, когда уже все произошло и когда уже поезд уехал, ты можешь этот поезд видеть сзади, то есть не спереди увидеть событие, которое происходит и понять, когда оно будет и каким оно будет. Предрекать ты ничего не можешь, если ты не пророк. Но если событие уже произошло, есть очень большое благоволение свыше к тебе, ты можешь понять это событие, которое уже случилось. Это называется по-простому говоря увидеть кешер шер тфилин узел узел тфилина увидеть как бы сзади то что здесь имеется ввиду так вот во втором куплете бар юхай мошад то в южат значит хорошим сидением хорошем месте ты сидел что такое хорошее место имеется ввиду таишева в которой он занимался торт что происходит дальше йом наста день когда ты убежал йом ашер барахта день когда ты сбежал убежал и сбежал знаете что рабешим и бары хай сбегал два раза сначала он сбежал из дома прятался от римлян в ежеве после того поругал римскую империю и жена его знала где он прячется и поскольку жена знала это было очень опасно его могли через жену найти он сказал что жену не дай бог могут арестовать и заставить ее признаваться в чем-то вот поэтому он побежал еще раз сбежал в пещеру и в этой пещере сидел и эта пещера дальше в третьей строчке называется демиара цурим пещере на скалах пещере скал где ты стоял где ты находился шамка не да там ты приобрел год их а год величие свое выхода рэха и свою красоту значит это еще один намек на то же самое о чем мы говорим навстречу мошера бейну с творцом и на тот самый случай когда упоминается тфилип потому что тогда когда это все произошло написано в торе бессамтиха бы нехрата цур что я тебя помещу в расщелину скалы бог сказал муж и высоко тихо пи олеха добре я помещу на тебя свою ладонь пока я пройду вот это все дело имеется ввиду здесь прямой прямой намек на то что как к вот та пещера в которой находился мошера пока как бы проходила мимо него слава творца это пещера в которой находился ради шиван бар юхай это чуть ли не одно и то же и опять таки промоше написано что из этой пещеры он вынес то сияние тот свет который от исходил от его лица и здесь тоже скажут что ты там приобрел год хад то есть своя величие этот карный год так называется это сияние мошера бейну лучи величия эти лучи величия они тоже приобретаются как здесь написано раби шимона в своей пещере как когда-то они были приобретены мошер то есть это постоянная параллель между машей раби шимона это очень интересная пара что каббалисты и делают именно такую параллель хотя было другое мнение она более популярна что правильная параллель между машер а вей но она не менее ни не вот к раби шимона идет к учителю к рабе акивы тем чем был мошера вейны для письменной тора рабе акивы будет для уста но каббалисты считают что именно достоин этого сравнения. Дальше еще одно указание, связанное с Мошерабейном. В третьем куплете Бар-Юл-Хай «Ацей шитим омдим» Деревья шитим, то есть кедры стоят, или столбы. Это столбы, из которых сделан был мешкан, Мошерабейн их устанавливал, если помните. Так вот, эти столбы, они сравниваются с качествами Мошер и Аарона. Это все вот в этой каббалистической книге Пар-Де с Римоним написано, что эти столбы «Ацей шитим омдим» как будто бы сравниваются с Мошерей и Аароном, с правой и левой ногой, так сказать, с тем, на чем стоит весь силуэт миров, как это определяется в каббалистических книгах. Вот, называются «нецак и год» эти два понятия. И об этом здесь говорится. «Лимудей Ашем» – учение Бога, «гэмнумдим» они учат. То есть, эти столбы, они еще сравниваются с мудрецами Тора, которые изучают закон, и поэтому постоянно учат что-то божественное. «Ормуфла» – свет дивный, намекающий на самый высокий интеллектуальный уровень, который выше даже, чем хаббат. Вы знаете, хаббат, хохма, бина, вода – три уровня интеллектуальных. Над ними есть еще один уровень, который вообще даже не входит как бы в человека. Это некое такое вот предвидение, интуиция, которая находится как бы над головой, над всеми уровнями миров. Называется так же, как тот предмет, который находится над головой человека. Над головой человека находится корона. Так и это называется словом «корона». «Ор айекод гем йогдим» – свет, который горит, они зажигают. Значит, здесь, опять-таки, без знания подробного, то, что написано «порде с ремониму» «Раби мошекардовер» – ничего нельзя понять. Но есть там место, где говорится, что существует 10 светов, 10 огней. Высший свет называется «Ормуфла», вот этот таинственный свет, загадочный. А самый нижний, последний, десятый, называется «Ор айекод» – свет горящий. То есть, 10 уровней, о которых мы все время говорим, они связываются с 10 светом. И поэтому получается, что Раби Шимон, он соединяет самое высокое с самым низким. Самый первый уровень с самым последним. Первый и десятый – «Ор мукла» и «Ор айекод». «Алло, Хэйма, разве не они?» – спрашивает составитель. «Йоруха» – тебе указывают, мореха, то, что должно тебя направлять. То есть, вот эти два света, самый высокий и самый низкий, это то, что интересует Раби Шимона. Как вы понимаете, об этом мы говорили с самого начала. Две буквы «Ю», которые сверху, которые снизу, высшие уровни и самые низкие – это то, что он должен был с собой, буквально своей жизнью, Раби Шимон соединять. Простую жизнь простых людей, простых евреев и самые высокие влияния из самых высших уровней духов. Дальше сложнее. Четвертый – «Куплет Раби Шимон» «Ли Седе Тапухим» – «Прарайский сад». Поле яблочное. Вы обратите внимание, что оно так называется не только в Зогаре, это называется так даже просто в Талмуде. Яблочное поле, поле, где растут яблоки, так называется райский сад. «Алита, ты поднялся, лилкотбо меркахим» – собирать там то, что приготовлено. «Меркахим» в данном случае, ну вы знаете, «Бет меркахт» – это просто аптека. Это там, где толкут что-то. То есть вот то, что толкут, а что толкли – это кторы. Воскурение, которое приносили в храме. Тоже это имеется в виду здесь. То есть ты поднялся в райский сад, чтобы собирать там как бы благовоние. Что такое тайна торы, ростки и цветки? Вы помните, что посох Аарона, посох пред Карабишимана Барыхая, поставленный рядом с торой, рядом с ковчегом, он зацвел в главе коров, если помните такой момент. И написано про этот посох, что у него вышли цветочки и росточки из этого посоха. То есть совершенно мертвая деревяшка зацвела. И это то, что здесь сказано, что человек, который проникает именно без соттора, в тайну торы, человек, проникающий в тайну торы, понимает смысл, понимает внутренний состав любого предмета. А если он глубоко понимает внутренность, содержание любого предмета, он таким образом может властвовать этим предметом. У такого человека, который понимает эти тайны, любая деревяшка зацветет. Вот о чем идет разговор. Что вот у тебя, у Раби Шимона, благодаря тайне торы, цветет, превращается в живое, любая неживая материя. Это на самом деле связано с тем, что написано в Золаре, в главе Баришит. Может быть, как-нибудь мы про это тоже вспомним. И вот эта последняя строчка на осе Адам, то, что сказано, сделаем человека, это ради Раби Шимона произнесено, это очень сильные слова, как вы понимаете, что Творец в момент создания Адама, он прицеливался прежде всего в Раби Шимона, чтобы попасть вот в такую вершину, создать такого человека. То есть на него был расчет. Бар-Йохай, пятый куплетный, Зарта-Бигура. Этот куплет, мы его быстро читаем, тут нет никакой кабалы, но он очень удивительный. Ты припаялся величием, силой, силой, могуществом, и войной огня веры, которая в обворотах. То есть ты воевал, вел религиозные войны, не больше, не менее. И меч ты вынул из ножек. Шалавта-Негет-Цоры-Реха, ты выхватил его против своих врагов. С кем Раби Шимон воевал? Он же ни с кем вообще не был. Он сбежал от римлян. Сначала прятался в Ешиве, потом прятался в пещере, 12, потом еще один год, 13. И он вообще не вел никаких военных действий, казалось. Оказывается, были военные действия, которые он провозил. Он одного человека таки убил. Ну, нескольких людей он убил случайно, когда он вышел из пещеры. Они просто случайно сгорели от того, что на них смотрели. Но это он не специально. А вот одного человека он убил специально. Он убил человека, еврея, который настучал, доложил римлянам про всех троих. Про Раби Иуду, про Раби Йоси и про Раби Шимона. И этого человека звали Иуда Бенгари. И Раби Шимон убил этого человека после того, как он вернулся через 13 лет и удивился, что тот еще до сих пор живой. Так на него посмотрел, недовольный. Что тот очень быстро убил. И это то, что имеется в виду. Против его ненавистников, против врагов внутри еврейского народа, против людей, которые сдают наших соплеменников, нашим врагам за деньги, бесплатно, ради какого-то интереса. Вот против них он боролся и против них он выступал. И это, в общем, называется в данном случае религиозная война. Это очень интересный момент. Ну, все остальные куплеты мы только немножко переведем, потому что их серьезно, их объяснять очень трудно, потому что все, что написано с левого бока, это уже сложный каббалистический текст. Буквально несколько моментов. Вар-йо-хай, ли-мы-кон, это, видите, шестой куплет, на место, а вне-ша-еш, ко мне мраморно, и гата, ты пришел, лиф-ней, ари-елай-еш, перед львом. Ари-елай-еш, это два названия для льва. Значит, ну, на эту тему можно сделать большой урок. Но если очень коротко говорить, написано в Талмуде, в трактате Хагига, во второй главе, то когда рабе Акива и учитель рабе Шимана зашел в Пардес, он всем после этого сообщил, что когда вы туда попадете, если вы вдруг туда попадете, вы никому не говорите «май-май», что там есть вода. Потому что вы увидите там, в этих параллельных мирах, место, где есть как бы мраморные камни. Некое место, которое напоминает мраморные камни. А поскольку мрамор, он такой прозрачный, такое впечатление, что там вода. И вы можете сказать, что это вода, и вы ошибетесь, там никакой воды нет. И этого ни в коем случае нельзя говорить, потому что одно неправильное слово, которое сказано в параллельном мире, может повлечь за собой страшные последствия. Так сказал Раби Акиба. Так вот, сообщает нам составитель песен, что Раби Шимон Бар-Юхай тоже там был. То есть не только Раби Акиба зашел в Пардес, но что Раби Шимон Бар-Юхай, так сказать, по свежим следам Раби Акибы тоже там был. Там, в этом месте, где мраморные камни. И он находился там перед лицом льва. Лицо льва на колеснице, которую видят пророки Хескель, обозначает качество хесед, качество милости Творца. Здесь такая загадка, мы сейчас на эту тему не говорим, но ведь вода, о которой говорит Раби Акиба, тоже обозначает милость, хесед. И Раби Акиба говорит, что никакой воды там нет, никакого хеседа. Там есть камни, жесткие камни, в которые можно разбиться. Они только кажутся похожими на воду. Только кажутся хесед. Раби Шейман дошел до такого уровня, что он, не называя этот уровень, где камни, где что-то твердое, где какое-то качество суда, наверняка, не называя водой, не связываясь с милостью, он превратил это место в то, что касается милости. То есть он превратил суд, превратил камни в воду, выжил из этих камней воду. То есть лицо льва здесь намекает на милость, на качество милости, в которую он превратил как бы эти камни. Гам, гулатка, терет, аль-аиш, это вообще потрясающая вещь. Гулатка, терет, это знаете, это на огромных мраморных колоннах сверху такие большие, круглые делают украшения. Шарообразные украшения над колоннами. Это как-то называется, я уже забыл это русское слово. Есть специальный термин архитектурный, как называются эти круглые, шарообразные украшения над колоннами. Вот такие украшения, они называются по-ебрейски гулаткутерек. Было два столба Йохин и Боис, которые стояли на входе в первый Иерусалимский храм. Эти два столба тоже связываются с упомянутыми, выше двумя качествами, правой-левой ногой как бы, Мира, Моше и Аароном. И они, эти столбы, связываются еще с тем, что называется словом Аиш. Аиш это, на секундочку, созвездие Орион. Причем здесь созвездие Орион? При том, что, видите ли, в момент потопа написано, что для того, чтобы закончить потоп, Творец Мира, написано в Талмуде, забрал две звезды из созвездия Ориона и переместил в созвездие Плеяд. Такая вещь написана в Талмуде. То есть, произошла катастрофа астрономическая и благодаря этому сначала начался, а потом закончился. Так вот, для того, чтобы вернуть назад эти звезды, как бы, происходит вся история человечества, в том числе и для этого. И в конце истории написано в Талмуде, эти звезды в созвездии Ориона восстановятся. Так вот, как будто бы Раби Шимон мог бы, если бы захотел, сам восстановить эти звезды в созвездии Ориона, вернуть корону, как бы, как вот здесь намеком, да, этому созвездию. Ташур, ты, Ташурик, ты смотришь, умеешь урэха, а кто смотрит на тебя? То есть, Раби Шимон, он очень многое мог увидеть, но очень мало кто мог увидеть Раби Шимона. Дальше, бар юка, и бекодеша кадаши. Ты находишься в Святой Святы, как первосвященник опять. И там ты видишь Кавьярок, линию зеленую. Знаете слово Тогу? Тогу во Богу, знаменитая вещь, которая начинается в творении мира. Тогу, хаос, в Талмуде называется зеленая линия, которая охватывает весь мир. Мы это называем громим ашамаемым, небесные кости, то есть, как бы духовный хребет, духовный скелет, точнее, всего мира. Мехадешка до Шим, который меняет месяцы, потому что именно от этого духовного скелета всего мира зависит календарь. Шева, Шаба Тот, семь недель, сейчас идет, семь недель, сотха, Мишим, тайна, пятидесяти, пятьдесятый день, день дарования Торы. Кашарта, ты их связал все вместе, то есть, ты связал все, начиная от Песоха и до Шевота, от исхода до дарования Торы. Кишерей Шин, связкой буквы Шин, Кешереха, твои связки. Почему буква Шин? Опять-таки, вы знаете, вот если сзади смотреть на Тфилин, там именно буква Шин будет видна, и вот эта идея с буквой Шин, с узлами вообще Тфилина, с изображением на головном Тфилине тоже буквы Шин. Она постоянно здесь проходит, вот это вот наблюдение за миром, пусть не спереди, но сзади, но абсолютно ясно. Бар-йоха-юд, хохмак и дума. Буква Юд, древние мудрости. Как написано в книге Зоар, когда Ханох поднялся в параллельный мир, написано, что он спросил, все эти миры на чем стоят? Ему сказали, что все миры стоят на букве Юд. И буква Юд, и все эти миры соединяются. То есть буква Юд, первая буква имени Бога, означающая качество хохма, и шкаф то ли хвода пнима, ты смотрел, для его уважения внутрь, лев на тевот, лев в сердце, это 32, 32 пути. Что такое 32 пути? Это, значит, 22 буквы и 10 уровней, о которых мы все время говорим. То есть все средства, с помощью которых передается сюда желание Творца и его силы. Рэйшит-те рума, начало приношения, то есть начало творения мира, ад, ты, крув-мим-шах, как ангел, который помазан маслом, зив, ореха, луч твой свет. Это намек на цитату из пророка Ихескеля, где написано про раби Шивана Барьюхай, такой намек на раби Шивана Барьюхай, что он сравнивается уже с ангелом на этом уровне, да, уже не только с первосвященником, не только с царем, но и с ангелом. И, наконец, последний содержательный такой куплет, Барьюхай, ор-муфла, вот этот вот самый высокий уровень, свет загадочный, свет таинственный, то, что называют словом коронак, это рум мало, высший, так сказать, выше которого нет, яр-эта, ты боялся, мели-абит, смотреть туда, ки-ра-вла, потому что слишком много его, да, слишком много этого света, и так как Мошер Абейну, еще одна цитата искрытая, Мошер Абейну не стал смотреть, когда ему Бог показался в кусте горящем, так и Рабишимон на что-то там не стал смотреть, скромно себя вел, та лума, тайна, ве аин, коре, ла, и ничто называют ее, эту тайну называют словом аин, то есть ничто, потому что для человека с его элементарной материальной реальностью этот уровень называется аин, это как ничто для нас, нам-то и ты, сказал аин лотэ шуреха, глаз тебя не увидит, то есть как бы обращаясь к этому умысленно, не желая на него смотреть, из скромности, Рабишимон сказал, что глаз не может этот уровень увидеть, последние четыре строчки, это просто благословение Рабишимону, бар-йохай, ашерей ю лотэха, счастлива та, которая тебя родила, ашрей аам, счастлив народ, от хэм ломдэха, который тебя учат, потому что тот, кто может действительно изучать книгу Зоар, на том уровне, на котором она написана, или хотя бы на самом простом уровне, это уже замечательно, как вы понимаете, книга Зоар написана на арамейском языке, и кроме того, она еще очень сложно написана на арамейском языке, то есть то, что нам оставил Рабишимон, на его ученике, очень трудно изучать, ашерей аамдим аль содэха, и счастливы те, которые могут устоять над твоей тайной, это не просто те, которые учатся, а те, которые еще и понимают тайну того, что написано в книге Зоар, это уж совсем сложная вещь, левушей хошен, те, которые одевают хошен, то есть нагрудник первосвященника, тумеха беуреха, урим бе туним, вот эти вот знаменитые средства, первобытный компьютер, где зажигались буквы, как мы его называем, то есть вот это все от начала до конца, несколько идей, которые пронизывают идея первосвященника, идея царя, идея человека, который соединяет с собой верх и низ, человека, который в своем поколении, где нет храма, играет роль первосвященника, играет роль в своем поколении, когда нет государства, он как царь, то есть несмотря на отсутствие всего, чем можно руководить первосвященнику, царю, он как бы собой эти места заполняет и осуществляет эту деятельность. Конечно, тут очень много деталей, и как-нибудь, может быть, в следующий раз мы уже поговорим и о тонкостях, и об этих деталях, но хотя бы некий минимальный уровень перевода мы с вами увидели, чуть-чуть поближе подошли к тому, о каком человеке здесь идет речь. Сейчас я хочу выключить микрофон, как мы его выключаем здесь, сверху, вот так, и быстренько это все изобразить в музыкальном варианте, потому что это обязательные обычаи, мы поем барьё хая, у вас, пожалуйста, текст рядом, вы можете участвовать.